Лизонька, ну нет, мы тебя просто пришли посмотреть, кушать, мы тебя ничего не кинесли. Рыжая красотка Елизара любит тепло. Только если на улице градусов 10 с плюсом, ясно и безветренно, может выйти на прогулку и то всего на пару часов. Когда же температура ниже, тем более как сейчас, бьют морозы, жираф остается дома. Тут комфортное плюс 20 на всех 200 квадратах жилплощади. Уютные условия и особый зимний рацион у зебр, породистых коз и барашков. В зоопарке они соседи и на улицу вряд ли выйдут до весны. Токины ждать марта не собираются. Гуляют, даже если присыпают снегом. Новогодние праздники у них ассоциируются с сезонным лакомством. Обедают ароматными соснами, теми, что не купили для украшения горожане. А вот менее миролюбивая копытная. В привычной среде обитания таких температурных минусов, как у нас, белохвостые антилопы не видят. Так что в зоопарке для них установили инфракрасные лампы. Но это не мешает адаптации. Пробежки на свежем морозном воздухе гну совмещает с грозными поглядываниями и фырканьем на оператора. Антилопы гну, да. Антилопы гну к нам приехали из московского зоопарка. Обитают они в Южной Африке. И они адаптированы к прохладной погоде. Для них это не характерно. В природе они такую холодную погоду не встречают. Теплая шерсть не дает зубрам замерзнуть даже в самую суровую зиму, например, в белорусских лесах. Так что ростовский морозец тревожит их меньше людей с камерой и микрофоном. Уже на пороге лежбища животные ясно дают понять, кто тут хозяин. Еще выше там аккуратнее они такие. Агрессивные. Чужих не любят. Много горных копытных животных. Снег для них – это естественная среда обитания. Есть животные, которые живут ближе к северу. Это алтайские моралы и лось. Для верблюдов, в принципе, характерная температура. Бурые медведи с наступлением холодов в сладкой спячке. Все приматы, носороги и бегемоты переехали в помещение, но полюбоваться ими по-прежнему можно. Как и тиграми, кавказскими турами или милыми туркменскими куланами. Дмитрий Сумской, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.